Всем привет! Сегодня Насте 19 лет, и я ей пожелала, чтобы в старости, сидя со старушками на лавочке, у нее рот не закрывался, и ей было больше всего, чего им рассказать. И поэтому мы начинаем сегодня для нее собирать впечатления. Костя с утра уже успел поездить. Он купил Насте букет. Вывез мусор только что. Вот такой шикарный букет Костя привез Насте, и мы ждем, когда она проснется. Сейчас 9 утра, девчонки уснули в 2 часа ночи. И поэтому еще Настя спит. Катю-то я уже подняла. Мася, ты Настю первая поздравила. Да, мучоньку? 9.20, я разбудила Настю, отправила ее в душ. И тут приехала Вика. И тут приехала Вика. Она болеет, но решила сделать Насте сюрприз. Не, а что ей стоять на холоде? Пошли посидишь, пока Настя же будешь. Не, не, не будет она. Ты что, куда? Подождем, мы подождем, Лен. Ну, не дай бог, Алиса маленькая. Так наверх зайдем. Алиса-то внизу. Да нет, ты что, человека больного на улице держать. Пошли наверху посидишь. Ты что, холодно? Идем. А мне не холодно. А мне не холодно. Мы прокрались к Насте в комнату. Вика сидит в засаде и ее ждет. И Лариса тут. Все, Настюха идет из душа. Привет! Видите, больной человек сидел, ждал. А я их сдвинула. День рождения, счастья, здоровья, что ты сюда оставила семья. Но все равно я не ожидала, что это ты. Потому что я думала, у тебя что-то мучок, но типа... Вечером, да. О, спасибо. День рождения. Спасибо. Мы там слышали, что дырочек накололи было в ушах. Спасибо. Поэтому решили... Ух ты. Тебе их заполнить золотишком. Настенушка. Спасибо. С днешкой. Будь всегда красивой, всегда достигай своих целей. Ну, ты у нас и так умница, в принципе. Вот, да. И радуй родителей, а им здоровье. Спасибо. Ты тот человечек, который дала понять, что такое мама, что такое папа, что такое ребенок, и что такое радость и счастье в жизни. Поэтому мы тебя поздравляем. Будь здоровенькая, умненькая, красивенькая, как сегодня. Как сегодня. Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, а ко мне уже приехала Яна. Мы сейчас будем Насте делать следующие сюрпризы. Добрый день. Привет, привет. Как дела? Ничего. Извиняюсь, что задержка. Здравствуйте. Доброе утро. Извиняюсь, что задержка. Но вот были гости, те, что я говорила, должны поздравить первыми. А, как раз отвлекали. Как раз Настя голову помыла уже. Отлично. Пока она моет голову... Да ладно. Вы знакомы? Нет. Это ты занимаешься. Мы в одном доме живем. Да? Да. Прикольно. Все, Лен, мы погнали. Хорошо, давайте. Ой, дольца, с хорошей. Джета прибежала встречать. Так, давайте я помогу. Сейчас я сделаю так. Сейчас будем вешать плакатик. С днем рождения. Это не баллончик, это фломастеры, да? Это краски. Ух ты, красиво. Это краски. Солнышко, которого сегодня не хватает. Да. Вот оно. Потому что погода не очень. Туман. Так, Леночка, я... Вот такой плакатик. И они же еще красно-светные были. Да, красиво. Что-то тут будет происходить. По сути, я дала Кате задание, чтобы, когда забибикают, она Насте сказала, выходи, кто-то приехал тебя поздравить. Так что мне не обязательно и подниматься. Отлично. Мы открыли ворота. Следующим этапом заезжает машина. В машине парень, который будет Настю поздравлять. Я не знаю, как это пройдет. Зачем задом? Почему-то решил заехать задом. Насколько я понимаю, это Хаммер. Доброе утро. Доброе. Так, ну как-то так. В целом мы готовы. Какая у нас есть музыка. Еще и музыка. Любопытная бабушка высунула нос. Настя говорит, я не знаю, кто там. Лимон висит на крыше. А что, холодно, а то я юбку привезла. Ну, прохладненько. Лучше в штанах, а не в юбке. Настя вчера купила такие кроссовки на меху. Где? Сейчас хочет их надеть. Где ты такие, что я не нашла? Учебный рост, даже не тричит. Они, здрасте. А, нет. Сейчас все такие, как-то моды. Я знаю, мам, я хожу в юбке уже две недели в школу, но не могу штаны для себя найти. Ну, покупай в три четверти. Что ты так их отрицаешь? У меня есть дофига. Я не представляю. И потом могут. Черная нога, кусок белой ноги. Сейчас видишь тоже. Не, ну у тебя что-нибудь светло. Кать, пошли тоже выйдем. Ну, сейчас я же тоже не готова еще. Ну, как мне одеться. Ну, молодь, спокойно, с семьей, блин. Кому ее надо? Это спокойно и с семьей поздравят, да уедут. Не, я понимаю. Я же не знаю, кто это. Я же тем более не знаю, кто там приезжает, тебя поздравит. Ой, да, конечно. Может, подписчики? Что ты знаешь? Врушка. Доброе утро. Здрасте. Днём рождения. Спасибо. Я за тобой. Я за тобой. Пожалуйста, познакомься. Мне Сергей зовут. Привет, днём рождения тебя. Спасибо. Такая красивая, как всегда красивая. Пошли сюда. У меня для тебя есть подарок. Я вас не знаю. Днём рождения тебя. Днёмка. Это маме. Ух ты, спасибо. Пироженка для сладкой жизни. Чуть-чуть выехал, правда. Ну, как-то так. Это тоже тебе. Но это не всё ещё. У нас ещё есть для тебя подарки. Тебе можно позволить украсть, да? Есть, смотри, подарок для тебя. Но это мы тебе покажем позже. Это будет маленькая тайна для тебя. Хорошо. Открываем чуть-чуть дальше. Хорошо. А сейчас у нас для тебя есть маленькая командировочка. Я никому не скажу, куда мы уезжаем, но мы уезжаем. Всё, Настя, пока. Удачи. Удачи. А где он? Мой, я его не брала. Просто расслабься. Наслаждайся. Хорошо. Получай удовольствие и кайфуй каждые секунды. Сейчас у вас, в принципе, вы можете катануть просто. Поздравить. Растормоши вот он какой-то сегодня. Можно с ним делать сегодня, что хочешь. А, говорит, он весь твой. За, да, за уши дёргать. Ладно, там, чтобы так настроение поднималось. Катанёт, потом приедет, ты можешь пойти позавтракать. Нормально, потому что кушать... У тебя до следующего сюрприза час ещё есть, да. Да, да. Надо покушать. Сейчас у вас есть час в расслабон. Куда вот хочешь, туда и движешься. Можем поехать покататься, можем пойти позавтракать. Можете поехать действительно где-то покушать. Можем поехать пофоткаться. Да, не знаю, я ещё даже не собралась. Сейчас я к вам Катю подсажу, где-то перекусите. Ну, давай, хорошо. Собирайтесь, я подожду. Да, хорошо. Таня, ослабься, выходи из машины. Хочешь, сбегай сама за телефон. Я подожду, конечно, без проблем. Ты же сразу её уставила. Я купил тебя забрать, я сама же сразу. Воруют коней. Пошу, это объясни, пожалуйста. Ничего тебе объяснять не буду. Мам, пожалуйста. Всё потом узнаешь. Иди, бери свой телефон и бери Катю. Я не люблю такую. Ну, придётся полюбить. Сюрприз. Всё будет прозрачно и нормально. Никаких квестов. А Катя тоже ездит? Мне цветы подарили. Катя, да, надо, чтобы она взяла её с собой. Это куртку, наверное, ещё какую-то. На улице холодно. Настя разволновалась. Куда с ним ехать? Всё узнаешь. Я есть не хочу. У тебя Катя с собой, не переживай. Ты уже его хоть и видела, но официально поздравляю. Вручаю, я тебе его там на стол поставлю. Мне так, когда тетя Оля дарила маме, очень понравилось. Он стоял дома. Да, его можно поливать. Ты же знаешь этого, да? Нет. У меня мама просто, она о Мене говорила. Девчонки, смотрите. Меня Яна зовут ещё раз. Да, да, привет. Значит, сегодня твой день, да? Поэтому просто расслабься. Вот расслабься и подумай, что ты хочешь, куда ты хочешь поехать. У нас реально... В Доминикану. В Доминикану ты едешь послезавтра, но я образно. Сейчас время 10.13. У вас 45 минут. Можно выпить кофе, мотнуть быстро со скоростью куда-нибудь там на дамбу. Сфоткаться. Ну, образно, да? То есть расширяй кругозор. 45 минут. Использую его на полную катушку. Куда-то едешь. Гамбургеры, я не знаю. Ну, сидеть в кофушке не имеет смысла. Надо что-то по-быстрому. Может, кофе какой-то, бутерброд, какой-то круассан, там, троливали, все вот эти вещи. Ну, давай кофе зато купить. Куда? Макдональдс. Не-не-не. Хорошо, садитесь. Варомакаву можно. Варомакаву? Да. Варомакаву. Варомакаву с собой и... Так, ну что, девчонки уезжают. Катя поехала с Настей, чтобы снимать для вас видео. Дождик накрапывает, но это не помешает. Это нам не испортит день рождения. Поскольку Настя... Да, и Костя выскочил. Поскольку Настя еще не завтракал, они, наверное, в кофушку поедут. Очень хороший и очень хороший. Я, конечно, о них знаю, но я тебе не скажу. Все знают? Ну, я ничего не знаю. Я тоже не знаю. Да? Кто это, Настя? Кто это, Настя? Хорошо, спасибо. Кто это? Панчуха. Панчуха? Прикольно. Какие я вообще не ожидала. Да. Мы приехали в Варомакаву. Я сказала, что вы уже в Украине исполнили гости. Вам тут с собой? Ну, не сегодня, в смысле. Тут с собой. А, с собой? Да, с собой. Почему больше? Я кофе взяла. Ты не скажи. Два. Нет. А ты, покажи, там один в чек? Два. А, два в чек? Это ты, я даже не услышала. Все, кофе готово. Настю там поздравляются. Сидит веселая. Все, мы с Настей пьем кофе. Всем приятного аппетита, если кто-то в кефе. Как мама сказала. В общем, не успели мы попить кофе, мы едем уже куда-то. Я не знаю, куда мы едем. Настя, тебе интересно, куда мы едем? Ну, да, конечно. А я знаю. А, так ты, я же не говорю. Да ладно, я не знаю, знаю я. Ну, мне сказали, но я не понимаю, туда ли мы едем. Скажи. Не. Молю. Здоровьтесь. Пока-пока я знаю, куда мы едем. Перемь ехать? Ну, да. И прямо-прямо-прямо. Что это такое? Я не знаю, куда мы едем. Здравствуйте. Мы едем Яна. Пожалуйста, да, да, я знаю. Я ведусь, если я буду сидеть. На машине я сижу, ставить не приятно. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, давай-ка оставаться. Так, ну что, давай-ка. Что тут разберетесь? Да, да-да, конечно. Хорошо, все, до свидания. Достанет. Какая сумочка отставить? Спасибо. На самом деле, я с вами сейчас уже подлетает. Мама, расскажи, пожалуйста, что вам хотелось. Какой вы сегодня хотели для себя образ получить? Я не знаю, я вообще только узнала. Да, делаю то, что, да, Гринлина, подумайте о вас посадить. Давайте я вам доверюсь и с вами посадим. Хорошо. Ну, тогда обсудим. Вы сегодня такая будете яркая, роковая девушка. Или хочется что-то более нежного, спокойного такого. Такого спокойного. Что-то более спокойное. Хорошо, все, принято. Прическу делать. Не, потом уже не. Потом, я не знаю, я только это знала. Кожде, на сегодня начался. Вы, походу, меня корректируете. Если там что-то не нравится или наоборот нравится. Ну, в общем, мы все проговариваем. Все можно там исправить. Так как мы минимально, скажем так, проговорили, что мы будем делать, чтобы на каждом этапе смотреть. Ага, если что-то не так, вы мне говорите. Я делаю так, как Райбер, шабал. Пока Настю увезли на макияж и прическу, мы жарим котлетки на вечер. И картошку мы начистили на пюре. Останется только попросить Надю, чтобы поставила ее свариться, пока мы будем в автосалоне. Пирожные немного пострадали. Я сейчас думаю одно попробовать. Я делаю на завтрак гречку с помидорами. И думаю, что если я утром съем вот такую одну пироженку, навряд ли я потолстею за день. Я переложила пирожные на тарелочки. Они очень вкусные. Я смогла осилить только пол пирожного. Думаю, можно и гостей угостить такими. Очень вкусные. И было их 19 штук. Как и роз Настя подарил парень. 19 роз и 19 пирожных. Реснички уже накрашены, да? Я сейчас тушу. Да, я обычно просто консилер и тушу. Все. Сколько вам сегодня исполнилось? 19. Прекрасный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А вот так, кстати, красиво, когда одна сторона подкопит. В этом диване сидел и рычал, я говорю, нет, ты шо, я говорю, какой енот, я его буду бояться, я говорю, нет. А у нас тоже все его боятся, никто не заходит к нему, ни мама, ни папа, ни кто, а стричит однажды. Она вот прям, говорит, сидит на шкафу и прям гавкает, как собака, ну вот. Субтитры создавал DimaTorzok